привет привет вы на канале зеленый огород с вами елена наконец-то все теплицы у нас освободились все от плодоносила урожай мы весь собрали и теперь нужно обязательно провести профилактическую обработку теплицы и земли так как за лето за весну накопилось много бактерий различных вредителей даже если мы их и не видели они все равно присутствуют поэтому обработку осеннюю нужно делать обязательно не нужно оставлять это на весну иначе все это благополучно перезимует и весной когда мы с вами начнем высаживать нашу молодую рассаду вредители и болезни снова начнут на них набрасываться и урожая хорошего можем просто не получить поэтому сегодня я хочу с вами поделиться как я провожу эту профилактическую обработку первое что я делаю я убираю полностью земли всю мульчу я выношу все растительные остатки так как на растительных остатках зимуют различные вредители они откладывают там личинки прекрасно там себя чувствуют всю зиму поэтому все все выносим также убираем все корни чтобы земля была готова и так как мы сейчас с вами будем мыть стены теплицы воду я добавила фитоспорин и можно добавить чуть-чуть марганца но знайте что если вы будете обрабатывать в холодную погоду то фитоспорином добавлять не нужно так как действует него не получится никакого он работает только при температуре выше плюс 10 градусов у меня есть специальный аппарат который мы моем машину и кстати им очень удобно использовать очень большой распыл идет и очень хорошо моет стены но если у вас такого аппарата нет вполне можно и поливать из шланга но сильной струей чтобы это очень хорошо все смывалось но мне вот так удобней я сначала промываю стены все а потом конечно уже в самом конце иду по потолку и всегда иду с конца теплицы чтоб на меня не капало после того как помыла теплицу я всегда ее обрабатываю сначала от болезней как я уже говорила болезни различных много и все эти бактерии вирусы грибки и споры это всех сохраняется на почве и на стенах поэтому если у вас еще тепло то в принципе можно применить например байкал м1 и смешать его фитоспорином и точно также обработать все стенки а также и землю и этого будет достаточно вы уничтожите все болезни также можно применить вот мне нравится триходерма прекрасный биопрепарат но вот в наше время например сейчас у нас уже довольно прохладно ночью я его использовать не буду так как он мало будет эффективен он при более высоких температурах действует поэтому для меня остается только выбор это или медный купорос или бордовская жидкость это комплексный препарат который борется со всеми болезнями нужно развести одну столовую ложку в 10 литрах воды вот я это уже сделала и просто вы точно так же сначала по стенам обрабатываете с медным купоросом потом точно также обрабатываете весь потолок все швы все 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 где могут находиться в общем все полностью и после этого как завершающий этап я обязательно обрабатываю сверху всю землю но хочу сказать что если у вас во время летнего периода весеннего периода в теплице было очень много гнили было увядание стволов томатов огурцов да хоть чего тогда следует землю на 10-15 сантиметров пролить медным купоросом или бордовской жидкостью да это очень жестко часть полезных бактерий которые находятся в земле они погибнут но здесь нужно выбирать или избавляться от этой болезни или оставлять полезную микрофлору микрофлору мы с вами конечно полезную земле сможем восстановить весной мы просто внесем фитоспорин внесем биопрепараты у нас там все снова заиграет жизнь а вот если мы оставим с вами все болезни в земле по весне они снова все вылезут если у вас из года в год одни и те же болезни то в принципе стоит вообще поменять верхний слой земли сантиметров на 25 это очень трудоемко но тогда вы оздоровите свою теплицу и у вас в теплице земля будет здорово и будет расти хорошее растение я обработала теплицу медным купоросом она уже почти подсохла и сейчас я буду обрабатывать теплицу от вредителей как я уже говорила их очень много и тля и паутинный клещ а еще нас досаждают слизни это моллюски которые просто могут съесть все растение за одну ночь маленькое растение поэтому с ними вот тоже нужно бороться но с ними бороться очень сложно это у нас ночные жители которые выползают ночью обычно в теплицу когда у меня вот например что-то здесь еще растет я кладу сырые тряпки и днем они же днем не ходят они прячутся и они очень любят прятаться под влажные тряпки и когда днем их поднимешь под тряпками будет их так много что просто ужас и их можно собирать ведро также нужно избавиться от муравьев от муравьев очень хорошее сейчас средство есть которое называется мурацит я кстати его уже использовала он не могу показать поэтому там просто одна ампула разводится на 10 литров воды и прям заливается в гнездо муравьи начинает вылезать они погибают и еще этим же мурацитом я обязательно опрыскиваю и даже проливаю из лейки дорожки по которым ходят муравьи прекрасно видно где они ползают ну из сейчас я буду обрабатывать и от других вредителей кстати в этом году было очень много белокрылки но можете быть спокойны белокрылка вымерзает при заморозках минус 5 градусов если вы живете не на юге и у вас температура воздуха зимой низкая то они все вымерзнут если у вас еще достаточно тепло в вашем регионе тогда можно использовать фитоверм прекрасное средство она очень хорошо помогает от комплекса вредители и точно также обрызгиваете полностью все но вот у меня например уже ночью очень холодно этот препарат просто не поможет и я использую фуфанон нова он мне очень нравится здесь одна ампула шесть с половиной миллилитров разводится на 5 литров воды вот как я это делаю вот стык теплицы и балки вот прямо туда все это заливаю потому что они во всех щелях точно так же как в теплице тепличные стыки и когда я все полностью всю теплицу обработаю также и стекло я точно так же потом обрабатываю по верху земли потому что на земле их тоже очень много ну а сейчас я хочу показать как я подготавливаю землю к новому сезону и это я делаю тоже в этот же период осенью я беру осенние удобрения мне очень нравится оме здесь полностью сбалансированы все элементы питания здесь большей доли присутствует калий потом фосфор очень в маленькой доли азот и очень много различных микроэлементов и берется 30 50 грамм на квадратный метр и вот так вот на метре квадратным я рассыпаю за зиму они прекрасно растворяться и земля у нас будет не голодной потому что она за сезон у нас очень много питания забрала и она сейчас довольно пустая и нам ее нужно подкормить к новому урожаю подготовить после того как я насыпала удобрение я сверху земли набрасываю бархатцы вы знаете что бархатцы это очень хороший лекарственный цветок а также цветок который отпугивает очень многих вредителей а также борется и с болезнями я его на своем огороде высаживаю везде очень много если кто видел мои летние ролики то видел как они у меня везде растут так вот я их уже выдернула и я их просто перерываю мелко и вот так вот рассыпаю и теперь буду культивировать землю вместе с бархатцами вы знаете бархатцы бархатцев очень не любит нематода она ими угнетается и у ползает абсолютно в другие какие-то земли поэтому бархатцы календула и укроп вот это можно сверху разбрасывать а потом заделывать землю и у вас за зимний период прекрасно это все перегниет будет бороться не только с нематодой но из проволочником если у нас теплицы есть а также еще с такой вредной насекоменной которая называется медведка так вот они бархатцы ненавидят и вот так вот вместе с бархатцами все перекапываем они прекрасно за зиму перегниют убьют различные заболевания бактерии а также будут бороться и с вредителями и вот так вот перекапываем полностью все грядочки вместе с бархатцами ну что ж первую половину я грядочки скопала после этого я просто вот так чуть-чуть разравниваю граблями и все в принципе моя земля готова для посева сидиратов в это время я использую азиму и рожь можно пшеницу можно и горчицу сюда сеять но мне нравится пшеница и овес так как они сейчас зайдут начнут очень хорошо расти а как только начнется весна проснется солнышко наше и у нас азимы рожь и пшеница они снова пойдут в рост и вот тогда я к ним еще подселю и горчицу белую горчицу и все теперь это тоже нужно еще чуть-чуть граблями заделать в почву полить и все теплица наша к зиме готова единственное что я в теплице небольшой кусочек земли оставляю без сидиратов и когда уже совсем будут холода я туда высеваю укроп зелень какую-нибудь чтоб ранней весной она у меня уже взошла самостоятельно ну что ж вот чем я хотела с вами поделиться на этом все если вам понравилось видео ставьте лайк подписывайтесь на наш канал не забудьте обработать теплицу пока пока